Фамилия и отчество. Что это для нас? Просто ли это штампик в паспорте, актуальность которого скоро отпадет? Или нечто большее? На самом деле, фамилия и отчество — это контейнеры, заполненные драгоценной информацией, важность которых распознавалась всегда, за исключением коротенького периода новейшей истории. Фамилия рассказывала о силе твоего рода, могуществе знания, которые ты несешь. Чем больше знания и мудрости сумела накопить определенная семья, тем выше авторитет этой семьи. В современном же мире мы почему-то очень недооцениваем пользу этих знаний. Мы разучились смотреть в прошлое. Недавно на стриме я рассказывал пример женщины, постоянно находившей мужчин, которые ее били. Каждый раз она сбегала от обидчика и находила нового спасителя, который казался ей идеальным кавалером. Но вскоре он тоже поднимал на нее руку. В отчаянии эта женщина бросалась в объятия следующему ухажеру, но все заканчивалось как прежде. Вообще-то бить женщин — не очень популярная практика среди мужчин и нужно обладать поистине изобретательным мышлением, чтобы из раза в раз находить подобных партнеров. Ее проблема заключалась в том, что она не училась на своих ошибках. Из раза в раз она привлекала мужчин одного типа, а ее манеры стимулировали в них агрессивное поведение. Неумение оглянуться назад и проанализировать, где она допускает ошибку приводило ее к той же ошибке. Хронические проблемы не исчезают сами по себе, они требуют глубокого рассмотрения, анализа и корректировки. То же самое можно сказать о семье. Наши предки сталкивались с конкретными проблемами. Кто-то всегда был беден, потому что из великодушия раздавал все окружающим, кто-то наоборот слишком скуп и его не любили в округе. Кому-то всегда не хватало смелости, поэтому он оставался на задворках истории, а кто-то был слишком смел и умирал очень рано, оставляя семью в одиночестве. Эти линии поведения передаются нам по наследству вместе с размером ушей, уровнем гормонов и IQ. Если мы игнорируем, что беспокоило наших предков и как они с этим боролись, мы гарантируем себе те же самые проблемы, а также непонимание, что с ними делать. Например, эта женщина, о которой мы говорили выше. Оказывается, ее мать прошла точно такой же путь и умерла в одиночестве. Очевидно, что это она заложила подсознание линии поведения своей дочери, и кто знает, через сколько поколений у них проходит эта проблема. Наши предки осознавали это, что отражается в идее родовой кармы, в которую они верили. Согласно этой идее, мы перенимаем грехи наших родителей и должны их отработать. Наша задача – прервать порочный круг. Работая над ошибками наших предков, мы разрушаем карму и избавляем собственных детей от скупости, бедности, от тщеславия, чревоугодия, безответственности и неумения выстраивать отношения. Фамилия и отчество – это контейнер, хранящий в себе информацию о том, с какими трудностями тебе предстоит столкнуться. Это не только слава великих побед, которые одержали твои предки, но и грусть тех проблем, которые предстоит решить тебе. Пушкин сказал, уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. И кажется, он был очень прав. Иваны, корни не помнящие, обречены на вечное невежество. Человек не способен осознать масштаб многих моральных проблем в рамках одного поколения. Для этого требуется коллективная работа в течение сотен, а может даже тысяч лет. Прерви эту работу, и ты начнешь заново. Единственное, что правящий класс должен делать, чтобы сохранить свое правление – это внушать толпе недоверие и отвращение к своим предкам. Это гарантирует полное превосходство тех людей, кто способен изучать историю своей семьи. Те, кто в течение сотен лет составляли генеалогическое древо и выстраивали прочные семейные узы, имеют задачи, а также знают, как эти задачи решить. Такие семьи всегда будут доминировать на теме, кто считает опыт предков бессмысленным, под предлогом того, что те не имели электричества, молились Богу и верили в карму. Те из нас, кто забывает, сами будут забыты, обнаружив себя в разочаровании, с горой нерешенных проблем и острым желанием вернуться в прошлое, чтобы спросить совета у бабушки. Поливай свои корни и плоды не заставят себя ждать. Храни опыт, и ты будешь самым опытным. Хочешь мудрости? Поговори по душам со своими родителями, им есть о чем рассказать. Чести и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова